Мы с вами на острове Мальта и отправляемся сначала в древнюю столицу острова Мальта, в республике Мальта, город Мдина. Очень древний город, ему 4000 лет как минимум, ученые говорят. Живет там примерно 300 человек в настоящее время и от нынешней столицы Мальты, Валетта, примерно 30 километров. Полчасика на автобусе, пару евро платишь. Кстати, билет, по-моему, я могу ошибаться, может быть поправите, кто там тоже был. По-моему, билет берется на день, то есть покупаешь билет и целый день можно его использовать. Но мы не разобравшись, взяли билет и туда и обратно. Движение автотранспорта на территории Мдина запрещено. Туда заезжают, конечно, вот как сейчас фургончик. Ну, это чисто специальный транспорт, может быть электрики, может быть сантехники, ну, в общем, что-то вроде этого. Можно здесь прокатиться на лошадке, на такой или карете, или пролеточке. Мы спросили цену, она нам показалась что-то очень дорогое, там порядка чуть ли не 100 евро. А вот и мы, собственно, персоны, ну, так скажем, познакомимся с вами. Мы редко бываем в кадре, поэтому уж простите, что изредка появляемся. Не ругайтесь сильно, а то тут мне написал один товарищ комментарий. Много раз ваша жена в кадре. Ну, извините, прошу прощения, это мой фильм. Кого хочу, того и снимаю, как говорится. Но если вы посмотрите и другие фильмы, других блогеров по путешествиям, вы увидите, что 90% вообще полностью занимает его личной физиономией. Я так, конечно же, не делаю. А в кадре обязательно должны быть люди. И не всегда удобно снимать других людей. Поэтому моя супруга, как подопытный человек, она тоже возмущается, она не хочет быть в кадре. Я говорю, Алла, ну, обязательно кто-то должен быть в кадре. Иначе получается очень мертвый фильм, когда нет людей. Мы сейчас находимся с вами в кафедральном соборе. Кафедральный собор города Мдино. Он построен в самом конце 17 века. Хотя это, так скажем, восстановленный или заново восстановленный собор. Дело в том, что в 1693 году здесь было очень сильное землетрясение, которое разрушило половину города Мдино, и в том числе и кафедральный собор. А до этого, в течение тысячи лет, здесь были три других собора, как минимум. Это знаменитые надгробные плиты, где похоронены представители Мальтийского ордера. Очень красивые плиты надгробные, очень яркие, сделанные из цветного мрамора. Мельчайшая работа, дорогущая работа. И весь пол в соборе кафедральном выслан этими плитами над могилами рыцарей Мальтийского ордера. Вы знаете, первое время я пытался в соборе ходить не по этим плитам. Пытался как-то их обойти, но в центре собора это сделать невозможно. Плита к плите. Я уже пытался ходить как-то по разделу между плитами. Ну, неудобно, у нас как-то в России не принято ходить по надгробиям. А где-то я когда-то читал, то ли во Франции, то ли в Лондоне, что специально в древние времена, в средние века хранили, делали надгробные плиты в соборах и в храмах, тем самым показывая, что все смертные, тем самым показывая, что без разницы, царь ты, король ты, рыцарь Мальтийского ордера или простой человек, место у вас будет одно. Недалеко от кафедрального собора такая очень замечательная, красивая, яркая церковь. Даже какое-то время эта церковь была как кафедральный собор, как раз когда землетрясение разрушило кафедральный собор, а эта церковь была свеженькая, только построенная, и она выдержала это землетрясение. Отправляемся дальше гулять по городу Медина. Город очень древний, старый, узенькие улочки. Строили еще в начале его когда-то арабы. И вообще слово Медина, вы сами понимаете, это слово арабское. В общем-то имеет корень от местности Медина. Мы сейчас выйдем с вами на замечательную смотровую площадку, на край крепости. Это же город-крепость. Все города в Средневековье были городами крепости. Иначе невозможно было выжить, потому что постоянно были все равно же пираты, бандиты и прочие люди, которые хотели быстро и эффективно обогатиться. Ну а как это можно сделать? Только взяв оружие и ограбив кого-нибудь. Поэтому, конечно же, города Средневековья – это все города-крепости, которые сооружали огромные стены и защищали свою жизнь, защищали те богатства, которые были накоплены в течение многих поколений. Очень хороший город, рекомендую. Несложно сюда добраться. Полчаса на автобусе, недорого. Автобусы ходят часто, примерно каждые 10-15 минут от центрального автовокзала столицы Мальты, Валетта. Вот возле фонтана, я вам показал этот фонтан, и прямо возле этого фонтана находится большой автовокзал, с которого можно доехать до любой точки Республики Мальта. Мы находились, стоптали ноги. Тут такая небольшая кафешка, прямо возле автовокзала Медина. Мы видели, наш автобус уже стоял, ждал. Выпили кофе, сели автобус и отправляемся дальше на разведку, на исследование острова Мальта. Нас ждет Валетта. Валетта – столица острова Мальта. Не уходите далеко. Валетта – столица острова Мальта. Валетта – столица острова Мальта. Валетта – столица острова Мальта.